Мы знаем, вы слушаете Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами А потом их раскроем Советы богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Всем доброго дня Действительно, в Советы богачек Программа, которая выходит, ну, можно сказать, с такой периодичностью Но не каждую неделю Поэтому мы всегда с большим нетерпением ждем встречи с Ириной Богачек Российским психологом-психотерапевтом Здравствуйте, добрый день Здравствуйте И, если можно, вот чуть-чуть ближе к микрофону Потому что я боюсь, чтобы было лучше слышно И сегодня такая, я понимаю, заявленная тема Достаточно провокационная Потому что, ну, с одной стороны Когда речь заходит о людях, которые добровольно отказываются от того, чтобы заводить детей Это вызывает в обществе, особенно в обществе патриархальном, осуждение Потому что всегда считается, что цель жизни человека Продолжение своего рода И, конечно, вот люди, которые принимают такое решение, они, оказывается, подставляются под всеобщее осуждение Потому что, ну, считают, что это люди эгоисты Это люди, которые живут только исключительно для себя и не думают об обществе, не думают о будущем Ну, или вот их сравнивают там с, как стрекоза и муравей, с стрекозой, которая хочет пропеть вот красное лето Не думая о том, кто подаст стакан воды в трудную минуту в старости Вот так ли это? Сегодня будем разбираться И вообще в чем истоки? Нужно ли осуждать? Все вот масса вопросов Я напоминаю, что наверняка будут звонки 67212-93-9 67213-93-9 Вот вообще, что такое child-free? Насколько этот термин можно расшифровать? Да-да-да Вот чуть-чуть как-то звук поплыл, да, немножко звук поплыл, как-то он прерывается А было вроде бы очень хорошее, а сейчас? То есть не очень хороший звук Да Не очень хороший, но сейчас будем стараться Если будет звук плохой, мы сделаем хитрость Мы оставим изображение через социальные сети А попытаемся дозвониться, может быть, на телефон Я думаю, что такой вариант тоже может быть возможен Но пока попробуем Хорошо, давайте попробуем Итак, действительно термин child-free Это термин относительно молодой И у нас вот в середине 70-х годов прошлого века, 20-го Как раз начали проводиться исследования по поводу того, что же такое child-free И вообще, какие направления существуют Ну, если мы вот дословно переведем в свободный от детей И, в общем-то, такой вот ученый, которого звали Джин Диллерс Сказал, что, оказывается, есть две ветки child-free Это некие реджекторы, у которых действительно есть отвращение к детям И вторая ветка, они называются affeccionado Такое красивое слово Это любители таких прелестей жизни без детей В принципе, эти люди нормально, в общем-то, благополучно относятся к детям И не имеют никаких прощений там или предвзятостей Просто для себя они выбирают время свободное от детей И сейчас принято называть вот тех самых реджекторов, которые ненавидят детей Немножко другим термином называется child-hate То есть ненавистники детей Ну и, конечно же, в общем-то, сейчас и психологи, и социологи Предлагают немножко другой термин Который считается более, ну, таким, ну, этичным, что ли С любой точки зрения Это называется добровольная бездетность Потому что просто бездетными тоже не назовешь Потому что люди могут хотеть, да, иметь детей Но, к сожалению, в силу каких-то обстоятельств по здоровью, социально Они не могут себе этого позволить А здесь мы как раз говорим о добровольной бездетности То есть когда люди осознанно принимают выбор не иметь детей И, конечно, это исторически было связано прежде всего Вот когда вот бурно стали это обсуждать С появлением контрацептивов Когда сексуальность и репродуктивная функция развелись То есть можно было условно заниматься любовью И при этом не бояться о том, что ты забеременеешь И у тебя будут дети И, казалось бы, вот сексуальная революция, свобода выбора То есть ты можешь себе позволить абсолютно всё Но вот от социокультурного подхода вот вообще никуда не деться И на сегодняшний день, по большому счёту, ничего не изменилось Вот что говорят в обществе Если ты женщина, именно вот такая женская женщина Значит, как минимум, у тебя должно быть две функции Две таких составляющих твоих Первое — это твоё желание родить Что это вот абсолютно однозначно Каждая женщина должна хотеть родить Поскольку в ней вот эта репродуктивная функция заложена от природы И второе — это то, что вот инстинкт материнства Якобы строен в каждую женщину И абсолютно каждая женщина Вот если даже до этого она не хотела Но вот когда она родит Вот тогда-то она и поймёт Что действительно в ней этот инстинкт дремал И она действительно безумно счастлива от того, что она родила И вот в ней всё это расстроится Расцветёт И она будет прекрасной мамашей Но история показывает совершенно другое Да Да, я просто понял даже по голосу Что это, скорее всего, какие-то стереотипы и мифы И да, здесь, Олег, действительно я расскажу очень печальную историю С которой я столкнулась в своей жизни Потому что вот эта неспособность или нежелание женщины родить детей Воспринимается обществом как? Как некое такое фатальное уродство или инвалидность И вот эти социальные нормы очень сильно давят И у меня была прекрасная знакомая Её звали Оксана Она была врач высшей категории Вообще она была такая перфекционистка, знаете, отличница А я близко дружила и до сих пор дружу с её сестрой Вот, мы вместе в университете учились И когда мы готовились к экзамену, в частности, по психиатрии, например Она приезжала и рассказывала нам И гораздо интереснее она рассказывала, чем это было написано в учебниках Мы с удовольствием нас слушали, впитывали Она была старше нас, эти знания Она к тому времени уже училась в аспирантуре Потом она защитила диссертацию Стала очень успешным доктором Но у неё не было детей То есть один брак, второй брак, детей нет Общество давит, социум давит Плюс это внутренняя вот эта рефлексия Что я отличница, я всё могу Для меня нет никаких вообще вершин, которые бы я не смогла покорить Она выходит в очередной раз замуж Тоже за доктора Вроде бы очень надёжный мужчина Любит её И они усыновляют маленького ребёнка Вы знаете, вот тут случилось непоправимое То есть вот этот внутренний её функционизм Привёл к тому, что она не выдержала этой нагрузки И она, к сожалению, покончила жизнь самоубийством Оставив записку, что «Простите, я не справилась» То есть вот внутренняя вот эта позиция Которая, конечно же, навязана и социумом И родителями, и воспитанием Она вот не позволила ей продолжать дальше вот эту функцию материнства Вернуть она этого ребёнка тоже в силу личностных качеств Не могла себе позволить И вы представляете, вот она приняла такое решение Для нас это был просто шок То есть вот я сейчас говорю У меня реально мурашки по коже Потому что когда мы это узнали Мы не могли поверить Это был абсолютно такой, знаете, железный человек Кремень Который вот не справился Казалось бы, для многих Сейчас нам скажут Да чего там проще Родил ребёнка и воспитывать Реально не справилась Она и в походы ходила И в горы лезла, покоряла какие-то вершины Диссертацию защитила Хирургом была, понимаете И не справилась с воспитанием ребёнка Да, вот такая вот история К сожалению, в моей жизни действительно была А у нас между тем звонок Здравствуйте, пожалуйста Добрый день Добрый Вы знаете, сейчас очень То есть не сейчас, а вот в советское время Была интересная система Если женщина выходит замуж И у них с мужем нет детей Они оба должны были платить налог на бездетность У нас одна была Она взяла справку в поликлинике Что она не может иметь детей И тогда с неё налог не брали И вы представляете Все, я извиняюсь, бабы из завода Они на Вальку смотрели Как я не знаю, на какого-то выродка Как она могла принести такую справку И тому подобное Спасибо Благодарим вас за комментарий Да, действительно Вот давайте разберёмся Действительно, это аномалия Когда люди не хотят детей Или это всё-таки уже в общем-то нормой Даже можно назвать И вот здесь я, конечно, всегда Когда я готовлюсь к нашей программе Я просматриваю очень много источников И психологических, и философских И социокультурных каких-то И оказывается, вообще это такой, вы знаете Всемирный феномен И вот эти волны бездетности Они уже описаны в исторических источниках Начиная с 15 века И, например, да Во времена Инквизиции Действительно, женщину за нежелание иметь детей Или вступать в брак Могли жить банально на костре А в эпоху Ренессанса Вообще были даже очень интересные памфлеты Я выписала их название 15 плюсов одинокой женщины Или в 1739 году Была издана работа Ценные советы женщинам Как избежать замужества Такие интересные, да, работы Ну что же говорить В 1772 году президент США Ричард Никсон Создал комитет по контролю Рождаемости в Америке Казалось бы, стране Где, ну, всегда был культ, да, семьи Культ многодетности Что детей должно быть много Все собираются там на Рождество И так далее То есть, как мы видим Это вообще, на самом деле Вот периоды и волны Это проблема, которая, да В далеком прошлом Конечно же, да Поэтому хочется развенчать Некоторые мифы Которые связаны как раз Вот с этой темой бездетности Но вот людям очень часто кажется Что таких людей мало Таких людей мало И это вроде как действительно Какие-то вырожденцы и так далее А статистика Уже вот, в общем-то, много исследований Проведено на эту тему Показывает, что оказывается Бездетных гораздо больше, чем кажется Ну, вот тут цифры некоторые приведу Например, в Соединенных Штатах Каждая седьмая женщина Это 15% от общего количества женщин Не имеет детей В Европе цифра выше 20% в Австрии, Испании, Великобритании В России цифра поменьше Ну, не знаю, может быть, исследований мало Может быть, действительно Мы вот все-таки Россия на стыке Восточной, западной философии У нас вот восточная тема Тоже очень присутствует 9% всего в России Детей, которые не хотят иметь детей А вот, например, в Германии и Швейцарии Одно четвертое население Не хотят иметь детей По разным причинам И вот и вопрос Аномалия ли это, если такое количество людей Не хотят иметь детей То есть на самом деле Их больше, чем даже легшей То есть легшей меньше Если психологические исследования провести Ну, и часто считается, да Что очень такими разными Всякими качествами эти люди обладают Да, ну вот я хотел уточнить Это исследование проводилось, наверное Начиная с женщин Достигающих детородного возраста Скажем так, да От 15 до 45 лет Конечно же Берется именно Сильный возраст Да, потому что наверняка Уже где-то к 30 годам Женщина, у которой нет детей Она начинает испытывать Какой-то дискомфорт От того, что ее начинают Все время спрашивать Когда она заведет детей Я знаю, что многие Даже есть какие-то советы Как в интернете распространяются Как отвечать на такие неудобные вопросы Чтобы пресекать их Да, действительно Огромное количество вопросов И от близких родственников Которые бесконечно спрашивают Когда же ты родишь Когда же у вас будут дети При приеме на работу Очень часто задают женщинам Эти вопросы И здесь тоже было проведено Такое исследование Анонимно спрашивали людей Которые не хотят иметь детей Какие же причины они называют То есть аргументы Почему они не хотят детей Ну, в общем-то На первом плане Была причина Когда люди говорили Не хотим брать ответственность Финансовую или социальную То есть, в общем-то Вот этот критерий Был очень важным Многие люди говорили Что я хочу Жить для себя Я хочу сохранить Свою свободу И, в общем-то Распоряжаться своей жизнью Так, как я хочу И вот даже Одну цитатку выписала Женщина говорит Передо мной никогда Даже не стоял такой выбор Иметь детей Или не иметь У меня их нет Я свободна И я такая, какая есть Мне не интересны дети И поэтому они мне не нужны Родить ребенка означает Проигнорировать то, какая я есть И сделать то, что я не хочу Вот То есть, человек Достаточно аргументированно Объясняет, почему он это не хочет О психологических причинах Я скажу чуть позже То есть, я прям Вкрою это Почему, да Такое явление присутствует Некоторые люди Говорят о том Что у них негативное отношение По отношению к маленьким детям И здесь Тоже может быть определенные причины Например, перенаселение планеты И так далее Тоже вот одну цитату выписала Из опросников этих Я люблю детей Я учительница Но мир и так перенаселенный Я не считаю, что мой генетический материал Настолько особенный Что имеет смысл Добавить этому миру новых проблем А еще, когда мне бывает очень грустно Я думаю А зачем заставлять кого-то так же мучиться Ведь я не могу гарантировать ребенку Счастливую жизнь Да, здесь мы вот как раз О этом же самом перфекционизме Возможно Некоторые люди называют В качестве аргументов Преграду к самореализации Карьере Считают, что невозможно Это совместить И, конечно же Вот эта неуверенность Что я стану хорошим родителем Это тоже присутствует Ну, а общество В свою очередь Что говорит Да Продолжим дальше Да, вот этот список Ну, часто говорят Что это эгоисты Да Вот это стопроцентные эгоисты Пустоцветы называют их Люди, которые не принесут Такой пользы Но скажу вам Именно как психолог Психоаналитик Гораздо хуже Как раз таки Эгоцентрированный родитель Который родит этого ребенка И, в общем-то Или будет утверждаться За счет детей Или любоваться Своим отражением Или срывать на нем Все свои Травмы Обиды Агрессию И в итоге Этот ребенок Будет несчастлив И поэтому Вот вопрос Эгоисты ли Люди, которые Не хотят Иметь детей Они могут быть Очень хорошими людьми Дарить подарки И так далее И вовсе не быть Эгоистичными Вот буквально На днях я Читал историю Приемной дочери Актрисы Джоан Кроуфорд Которая написала Мемуары И всех поразило Потому что она Писала Ну вот свою мать Очень нелицеприятная Она сказала Ну вот она Написала Что у меня было Все время ощущение Что меня усыновили Просто Ну для Для пиара Для того Чтобы это было модно И Она очень страдала Ее мать Избивала Унижала Психологически И в общем Она всю жизнь Находилась в тени матери И вот после ее смерти Она опубликовала Эти Ну просто Потрясшие всех Мемуары Где вот излила Всю обиду Да-да-да И у меня тоже В терапии была Семья Скажем так И мама Приходила И дочка И действительно Мама очень рано Вышла замуж Так случилось То есть буквально В школе она забеременела И вышла замуж За своего партнера А мама уехала Далеко-далеко На заработки И оставила ее 17-летнюю беременную 15-летнего брата Ну муж этот Псевдо-муж Оказался наркоманом И вот эта 17-летняя девчонка Ей нужно было Прокормить И себя Этого 15-летнего брата И конечно же Вот эта Неустроенность Вот эта тревога А обратная сторона Тревоги Я уже говорила Это есть агрессия В итоге Когда родилась Эта маленькая дочка Она испытывала Такие побои От мамы И вот сейчас Уже будучи Женщиной взрослой Мама это понимает У девочки Есть определенные Психологические травмы И вот я работаю И с мамой И с дочкой Но слава богу Что они пришли К специалисту И они пытаются Этот вопрос урегулировать Вот Поэтому вот Вопрос эгоизма Очень такой Знаете Спорный Ну один из мифов Еще существует Что это некие взгляды Продукты феминизма Сегодня я уже сказала Что в 15 веке Уже говорили о том Что женщины Высказывали Своё нежелание Рожать детей Ну там конечно Жестокие методы Использовались Да И прерывание беременности И умертвление детей И престьянки рожали В поле Оставляли их Этих детей Да Умирать в голодной смерти Никто не отрицает Такие факты Действительно были Да Еще один звонок Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Вы знаете Я хотел Сказать о том Что вообще Советское время Я про советское Хотел сказать Время Что там по моему В то время Не было темы Где бы кого-то Не осуждали То есть это Не важно по моему Имеешь ты детей Или еще что-то Очень много вещей Которая осуждалась Ну а сейчас Ну очень У людей Если нету работы Нету денег То И то хотя Появляются дети Вы видите Их выкидывают Маленьких И это хорошо Придумали Сейчас отдавать Вот Поэтому конечно Те которые Женщины Отказываются Иметь детей Я думаю Что это они Может быть И правильно делают Вот это мое мнение Спасибо Спасибо Благодарю вас За комментарий Вы абсолютно правы Казалось бы Да На зворе 21 век Без технической Стивилизации И возможностей Любых А действительно История повторяется Да И в том числе Относительно детей И отказа от детей И незапланированное Рождение детей И так далее Ну и Возможных травм Которые происходят В семье Ну а мы с Олегом Продолжим Да Обсуждать эти мифы И вот один из мифов О том что Люди Которые отказываются Иметь детей Оказывается Их жизнь Не приносит Им удовлетворения Вот Олег Как вы считаете Это вот Миф или правда Что вот Не родили детей И вот жизнь Такая вот Их пустая И они абсолютно Не удовлетворены Своей жизнью Ну если честно Мне кажется Что это очень Зависит Очень индивидуально И зависит От каждого человека То есть каждый человек Находит Что Чем он заполняет Свою жизнь Один заполняет Вот Заботы о детях Другой может Уйти с головой В науку И для него Например Там женщина-ученый Она может Или актриса Которая вот Мечтает реализоваться И она понимает Что Если она родит детей Она не сможет Уделять им Достаточно внимания Их все равно Будут воспитывать Другие люди Потому что Она постоянно Занята А вы абсолютно Правы В данном случае Как психоаналитик Я как раз И скажу о том Что иногда Существует подмена То есть рождение Реального ребенка Подменяется На рождение Некой идеи В данном случае Творчество Но все мы знаем Например Майя Крисевскую Она сознательно Отказывалась Иметь детей И говорила Что в эпоху Я принесу Своё творчество Ну в общем Это был Её осознанный выбор Более того Она даже Я в какой-то Из наших программ Уже говорила Она завещала Люди у которых Нет детей Вот они Точно Им стакан воды Никто не подаст В старости Но сейчас Век такой Достаточно Активный И коммуникации И так далее И как раз таки У работающих людей У которых нет Детей Возможно И денег-то В принципе Больше И найдется Тот Кто за ними Будет ухаживать И мы уже говорили На одной из наших Прошлых программ Что сейчас вообще Люди поколения Вот этого великого Селезова Плюс Они хотят жить одни Без детей Внуков И так далее Это такой Действительно Миф А в том Что эти люди Не участвуют В продолжении Человечества Ну наверное Действительно Они могут Принести Какой-то Иной вклад В этот мир И огромное количество Ученых Мы знаем У нас еще Просто Звонок Да пожалуйста Добрый день Добрый Да Добрый день 20 лет Не открывая Официальную практику Я вел консультации Людей С 98 года Больше 20 лет Тоже есть Образование Психологическое Было Мое Так скажем Рабочее хобби Конечно В 2000-х Это были Проблемы Распада Страны Стресс 90-х Было все Объяснимо Физические Сложности Выживания То есть Подавленность Деструктивного Поведения Детей Родителей Было Объяснимо Дети Остались Без присмотра Пока родители Выживали И так далее Это все было понятно Но после Скажем так 2005 года Назовем Дату Рубеж Произошел Качественный Качок Перелом В обращении К проблемам В отношении Родителей Дети Просто Родителей Между собой И я Сделал Для себя Вывод Что Проблема Более Глобальная Чем Мелочные Выводы Личных Травм И побоев От родителей Проблема Заключается В идеологии В принципе Запада Цивилизации В которой Мы теперь Находимся Это Личное Надобщественное То есть Запад Позиционирует Главную ценность Это личный интерес Интересы личности Свобода И выражение Конкретного Индивида Мы же С вами Вышли Из цивилизации И Существуют На планете Они продолжают Где Отчисленное Ставится На первое Место Над личным И вот там Этих проблем Не возникает В таких Массовых Порядках Мы не берем Сейчас частные Случаи Мы говорим В принципе Получается Что Запад Сам себя Выкорчевывает То есть Поставив Над общественным Интересом Индивидуума Личности Будь то Его свобода Будь то Его самовыражение Будь то Его реализация И так далее Запад подписал Себесмертный Приговор Ибо это Тупиковый путь Развития Человечества Спасибо Да Спасибо Но мы тут Ушли немножко В другую сторону Наверное В любом случае Я благодарю вас За комментарии И действительно Человек Существо Социальное И он Не может Жить без Социума Социум Влияет на него Так же как и отдельные Персонали Влияют на этот Социум Поэтому здесь Все взаимосвязано И действительно В каких-то аспектах Вы правы Большое спасибо Вам за комментарий Ну а еще Из таких мифов Таких Ну мне кажется Совсем Таких Надуманных Это о том Что люди Которые Отказываются От детей Они Либо бесплодные Либо психически Нездоровые люди А мы знаем Огромное количество Известных людей Которые В общем-то Ну вроде бы И психически здоровы И вроде бы Действительно Могут иметь детей Но отказываются По ряду причин Или Говорят о том Что одинокие Люди Которые не хотят Иметь детей Это 100% Одинокие люди Которые пару Себе не могут найти Но тоже Огромное количество И красоток Мы знаем И мужчин Очень привлекательных Внешне Которые Пользуются Вниманием Противоположного пола Но тем не менее Все равно Отказываются Иметь детей Ну а Конечно же Великие люди Известные Которые Внесли вклад Вообще В человечество Это я не знаю И биткоин И фэсэсбэкон Мать Тереза В конце концов Опа Уинфри Она Всегда говорит о том Что да Она приверженец Этого течения И Не хочет Иметь детей Ну много Голливудских Специей Шмиджат В общем да Но Десятый миф Он следующий Вот прям вот Я 10 таких мифов Подобрала Он о том Что Чайлт-фри Это навсегда Но вот Точно не навсегда И действительно Есть люди Очень убежденные Сторонники Да Этого Направления А есть те Которые Говорят Что Ну жизнь Меняется И действительно Ну например Ярый сторонник Чайлт-фри был Известный Актер Фью Грант У которого Сейчас Есть дети Ну и Наша Отечественная Идущая Ксения Собчак Который тоже Всегда Высказывал Очень жесткую Позицию Относительно Детей Теперь Ответственность За чужую Жизнь Может быть Всегда ли Это стесненные Материальные Условия Потому что Часто ведь Отмечается Парадокс Что В бедных Семьях Часто Бывает Больше детей Чем В семьях Богатых И Ну то же самое И в странах Там Относительно Бедных странах Выше Рождаемость На человека Чем В Богатой Америке Или Европе Олег Замечательный Вы комментарии Сейчас сказали Действительно Вот казалось бы Стесненные обстоятельства Бедные страны Кушать нечего А детей рождается Все больше и больше Здесь срабатывает Как раз Инстинкт Такой механизм Что Я боюсь Что жизнь остановится И мне нужно продолжение И в данном случае Как раз Эти люди Поэтому и рожают Дети Часто Бессознательно Для того Чтобы продолжить себя Чтобы не закончиться Сегодня Здесь и сейчас А когда у меня Все благополучно Так мне кажется Что я и буду жить Сто лет Но о психологических Причинах Действительно Я сейчас расскажу И как психоаналитик Я свой любимый конек Что называется Затрону И для тех Кто слушал Меня еще раз Просто повторюсь Для тех Кто слушает Может быть Первый раз Скажу Что в психоанализе Нет понятия Возраст Там есть понятие Возрастная фиксация То есть По паспорту Тебе может быть 40, 50, 60 А ты например На всю жизнь Остаешься на возрастной Фиксации Ребенка Ребенка Так вот Их всего 4 Будет возрастных Фиксаций Вот детям Дети нужны И вот мы имеем Пример с той же Самой Анжелиной Джоли Никакая она Не великая мать И никакой у нее прям Супер материнской Функции нет Просто Она Незрелый Ребенок Сама Поэтому Ей нужно много Таких же Как она Детей И она создает Вокруг себя Детский сад И сейчас Конечно Очень смешная Ее фраза Гуляет в интернете О том Что Она говорит Что я многодетная мать Мне нужна работа Чтобы Прокормить этих Детей То есть Никакой там Вот этой Великой материнской Функции нет Это Возрастная Фиксация Ребенка То есть Она делает себе Детский сад Ну вот Кстати Кто-то там Из Ее обслуги Рассказывал о том Что Как она Вот она проводит Ничего она не готовит Для детей Самое большое удовольствие Заказать пиццу И вот Вот есть Всей семьей Садиться и есть пиццу Вот Олег Вы абсолютно Правильно Подтверждаете Как раз Мою вот эту гипотезу О том Что она Ребенок И Ну например Известный актер Красков У нас тоже Вот он бесконечно Рожает детей Ну тоже Абсолютнейший Маленький ребенок Хотя ему там По 80 с лишним лет Следующая возрастная Фиксация Это подростки Вот на ней часто Находятся Актеры Музыканты Кстати Часть политиков Такие вот Которые всю жизнь Маме доказывают Что я чего-то В этой жизни Достиг Вот подросткам Дети не нужны Вот представьте Когда мы подростку Говорим Возьми пожалуйста За ручку Своего маленького Братика Или сестричку И сходи погуляй Какое сопротивление Мы встретим Поэтому Часто Не учитывая Вот эти психологические Особенности Фанаты Например Этих музыкантов Или актеров Считают Что Они как правило Им нужна Публика Им нужны Зрители Это часто Смена Сексуальных Партнеров Жен Мужей И так далее И люди считают Что сейчас Я мражу ребенка И на всю жизнь Закреплю таким образом Рядом с собой Этого человека Это вообще Абсолютнейшая ерунда То есть Никаким образом Подростка Рождением ребенка Не удержать Около себя Еще раз повторяю Подросток По возрастной фиксации Это вот Такие люди Которые любят Себя показать Выступать Кстати Часть ученых Тоже подростки Поэтому они И выходят За рамки Дозволенного И делают Научное открытие Тоже Никакие дети По большому счету Не нужны Вот я сегодня Уже приводила Известные Творческие личности Которые Сознательно Отказывались Не нужны им дети Вот следующая Возрастная фиксация Это такая Взрослость Где уже есть Ум Разумность Способность Зарабатывать деньги Вот здесь Дети Я просто повторю Там может быть 20 лет Этой девушки А она уже Зрелая И вот Зрелые люди Хотят Много детей Потому что Они хотят Дом Тепло Уют Чтобы вкусно Пахло Там есть Другая особенность У женщины Которые на Зрелой Возрастной Фиксации Очень выражен Инстинкт Материнства И мужчина Который Рядом С ней Находится Он может Это чувствовать И там Снижается Сексуальная Активность То есть Она может быть И хочет Да не сможет Потому что Мужчина Просто не занимается С ней сексом Ну это я уже Крайние такие Варианты беру То есть Вот на этой Возрастной Фиксации Люди Хотят детей То есть Хотят детей Кто Дети Или Старики А подростки И взрослые Ну такие Молодости Где Вот им Дети Не особо Дужны Ну и конечно Среди Психологических Причин Я назову Плюс-минус Таким Универсальным Потому что Сейчас я Рассказала Именно свой Психоаналитический Подход Вот он мне Очень близок Ну а среди Таких универсальных Причин Психологических Называется Следующий Во-первых Когда они Заботятся о Детях Вот эта Эмоциональная Холодность Вроде бы Все есть У ребенка Буквально Позавчера Я держала На коленях Маленькую девочку Которая плакала Вот такими Крокодилями С слезами Потому что Ее забрали у мамы Отдали бабушке Трех года Она живет у бабушки Вроде бы И куклы есть И бабушка Такая вот Советская эпоха То есть Ребенок Накормлен В чистых колготках Значит Дело сделано А ребенок Не ощущает Вот этого тепла И заботы Она рыдает Бедненькая Маленькая Я даже не знаю Как мне ей помочь Потому что Вот нет Того самого Эмоционального Тепла Вот Хотя Чисто Финансово Материально Все есть Точно так же Как отсутствие Заботы Плохо И чрезмерно Излишняя Забота Когда В итоге Воспитывают Очень инфансильного Человека Как я уже Сказала Такого Который Не хочет Кому-то Отдавать Свое внимание Считает Что Внимание Нужно Только ему Он привык К этому И точно Не способен Делиться С кем-то Ну Те самые Нарциссы Да Только Только мне Давайте мне Только я В общем Практически На подростковой фиксации Очень много Нарциссов Да Как я уже Делала Коучи Политиков Актеров Музыкантов И так далее Ну вот Не способны Они Отдавать Это внимание Только им Только они Заботятся Создавать им Блага В некоторых Семьях Детей Могли считать Обузы И у меня Есть Тоже такой Клинический Пример Пришла Ко мне Девочка И говорит Я жутко Боюсь Интимной Близости Потому что Я говорю В принципе У меня Есть секс С молодым Человеком Но Я использую И контрацептив И Презерватив И какое-то Еще дополнительное Средство Я так Боюсь Забеременеть Что такое Мы начинаем Разбирать Этот момент И объясняется Что они С сестрой Рождены Были мамой Они близняшки Когда не похожи Двойняшки Двойняшки Да И мама родила их И всю жизнь Они слушали Что они Испортили ей жизнь Они подорвали ей карьеру Из-за них У нее испортилась фигура И в общем-то Эта мама Отдала их на воспитание Бабушкам Две бабушки У них были Профессорши Которые вот Очень жесткое воспитание Завтрак Обед Ужин Во сколько-то Уроки Гимнастика И вот девочки Такие вот знаете Такая сплошная Муштра И плюс еще Слышали все время О том что Вы мне стали обузой Вы мне тут все Не портили Вот Очень часто Старших детей Заставляют ухаживать За младшими И у детей Просто нет Детства Да То есть они Там кормят Поют Ухаживают Тоже вот совершенно Недавно была у меня Девушка в терапии Она забеременеть Не может И одной из возможных Причин как раз И является то Что у нее самой Не было детства Она вроде хочет детей Да не может Вот Что она говорит Я всю жизнь Разнимала конфликты Отец был алкоголик С мамой Я все время Этого папу успокаивала То есть для него Была родительская фигура И все время На плечах у меня Была младшая сестра Которую я бесконечно Водила музыкальную школу Кормила и тому подобное То есть вот Мне возможно Было почувствовать Вот это вот Счастье этого детства И психологически Какой-то блок Да Встал Что вот Организм не хочет Вот запрещает И все Да Ну часто бывает Еще какая интересная Особенность Тоже кстати Я вот Должна остановиться На этом Когда родители Хотят ребенка Противоположного пола И в случае Вот например Хотели мальчика Конкретная история Тоже у меня Клинический случай Хотели мальчика Вернее там даже Хуже было Мальчик родился И мальчик Погиб Семь лет То есть Они оставили Его родственником Родственник не уследил Мальчика Сбил машину И родители решили Еще одного ребенка Так сказать Родить И родилась девочка И вот она Всю жизнь Слышала о том Что Вот мы так хотели Сына Вот если бы он был жив Вот он был такой хороший И там подобное И она выбирает себе Какой жизненный сценарий Пойти по пути мужскому То есть Она Хорошо учится Она начинает делать карьеру Она ведет себя Как мужчина То есть Вот потому что Настолько сильно Заложили в нее родители Вот этот паттерн Не живи И для того Чтобы мне жить И выжить Мне нужно Стать мальчиком То есть Вот такой вот Глубинный механизм Ну а уж Про тоталитарные порядки Которые бывают в семье Конечно же Это отдельная история Когда ребенок Просто становится Или слугой Или спасителем Да С клеивающей лентой В семье Чтобы брак не распался Или я не знаю Там рабом Которому нужно Бесконечно Наводить порядки Стирать Готовить И Вот такого ребенка Стремление Вот к этой свободе Вырваться оттуда Может спровоцировать Нежелание Иметь детей Вот Поэтому Конечно же Вот последней Причиной Я уже С нее Собственно Начала Сегодня Это вот Эта большая Ответственность И конфликционизм Я обязательно Должна быть Хорошей матерью У нас звонок Какой-то Нет 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 Я просто Смотрю Хорошей матерью И отцом Если я чувствую Что я не справлюсь Я лучше Не пойду В эти отношения Потому что Ну собственно говоря Я боюсь Облажаться Я боюсь Быть неуспешным И мне проще Это не делать Ну это были Такие универсальные Причины Но все же Мне вот близка Моя концепция Про возрастные Фиксации Хотя Это конечно Тоже мы не должны Так сказать Со счетов Убирать Но можно ли Например Преодолеть Если у человека Есть какой-то Ну вот Психологический блок Например Там именно С травмами Детства Считает А например Ну вот он Находит спутника жизни И спутник жизни Бы хотел Завести ребенка И вот он Бы хотел Может быть Чтобы его Партнер Смог преодолеть Вот эти Свои комплексы Страхи Быть Неудачником Травмы Можно ли их Изменить Это долго И дорого Скажу сразу Но это Возможно Отношения Меняются В отношениях Здесь какую Историю Мы можем иметь Например Мужчина С такой Зрелой Возрастной Фиксации А девочку Он себе Выбирает Малышку Да И вот Он все ждет Когда же Когда же Она ему родит И может Она в конце концов И не родить Ему И тогда Брак распадется А может быть Такая история Что она Действительно Поймет Почувствует В нем Вот эту Надежность Заботу Спокойствие Удовлетворение Базовой Вот этой Потребности Безопасности И тогда Почему нет Другое дело Что будет ли Она заниматься Воспитанием Должным Образом Может быть Вот этот Мужчина Собственно И возьмет На себя Функции Воспитания Этого ребенка Не значит Что он будет Несчастный Нет У людей По-разному Распределяются Обязанности И очень даже Может быть Счастливая Гармоничная Семья А вот у тех Людей Которые Действительно Психологическое Насилие Испытали Вот в частности Какопра Линпли Она заявила И сказала Что у нее Было изнасилование И Ну вот видите Она не смогла Хотя Есть все возможности Просто Миллионер Лучшие Психотерапевты Могут работать С этой травмой По каким-то причинам Не смогли Преодолеть И она осталась Вот закоренелым Приверженсом Дета Нерождения Скажем так Вот Ну что же У нас Так вот быстро Пробежало время Но Для наших слушателей Наверное Вот подводя итоги В общем мы видим Что Бездетность Это Не аномалия Это Может Измениться И С возрастом Как осознанно Самим человеком Так и При помощи Каких-то сеансов Психотерапии И Что наверное Самое главное Осуждать Других людей Может быть Не зная Какой бэкграунд У них за этим Все-таки Наверное Этого делать Не стоит Конечно же Нельзя И действительно Навязывать Свои Понимаете Карты И бросать их На чужую Территорию Ты можешь Просто не попасть И ты можешь Навсегда Потерять Коммуникацию С этим человеком Тего лишь Один раз Его спросить А есть ли У вас дети Да Это очень Есть ряд Запретных Тем Которых Просто в общем Не стоит Даже Говорить Потому что Они могут быть Болезненны Для людей И конечно же Рождение Ребенка Это абсолютно Свой выбор То есть Каждый Делает свой выбор Кто-то Действительно Подчинится Социальным Требованиям И пойдет Против Собственной воли А кто-то Все-таки Прислушается К себе И найдет Опору В самом себе Может быть Через время Я действительно Буду готов К этому Ну и Хотелось бы Мне в конце Процитировать Опять же Такие Известного Человека Рильки Райнера Мари Который В ответ На Деторождение Сказал Очень чудесную Фразу Ответ На все Вопросы О судьбе К тебе О бывшее Дитя К тебе То есть В том числе И вопросы Деторождения Спасибо большое Ирина Богачек Психолог Психотерапевт Сегодня была с нами На прямой связи Мы говорили О Чарльдфри Большое спасибо За интересную беседу За вот ответы На многочисленные звонки Так она взволновала Наших слушателей И до новых встреч Хорошего дня Да Всем огромное спасибо До свидания До новых встреч Вы слушаете Радио Болтком Редактор субтитров Редактор субтитров